Мир своими глазами. Бизнес-проект по диагностике и лечению зрения у детей стал победителем конкурса грантов губернатора. На его реализацию медицинский центр «Гиппократ» получил грант 1 миллион рублей от губернатора региона Дмитрия Артюхова. В центре «Мой бизнес» на совещании Совета по инвестициям победителя поздравил и торжественно вручил сертификат глава города Андрей Бондурко. «За этот проект мы благодарны многие наши группы, потому что проект у него в коллекции зрения детям, мир своими глазами, сейчас как-никак актуально, потому что наши дети в школе работают, в своих техниках, но он приходит и загажет, и не вытащишь. Поэтому на свои ощущения я уверен, что это очень важно. Я желаю вам успехов и реализации всех ваших знаменитых планет. И пусть наши юные губкинцы, ваши пациенты видят наш прекрасный город, всем прекрасным. Я поздравляю вас. Наш проект запускается в самое ближайшее время. К тому же, мы покупаем на средства гранта аппарат «Плевоптикс». Это диагностика зрения у детей от рождения до трёх лет. За секунду зрение проверяется на расстоянии от метра, то есть ребёнка никуда не надо помещать, он будет сидеть у мамочки на руках. Конкурс грантов проходил на платформе «Мой бизнес» в рамках года детства на Ямале. Жюри конкурса отмечает, что при выборе победителей предпочтение отдавалось социально значимым проектам. Между проектами сферы развлечений и всё-таки здравоохранением мы выбрали сферу здоровья детского. Потому что, наверное, мне как маме, как жителю этого города, прежде всего важно здоровье. А зрение у детей, мы видим сегодня, это большая проблема в офтальмологии. И тем, чем занимается наш медицинский частный центр, этим не занимается наша городская больница. Поэтому такая достаточно серьёзная помощь. Рабочее совещание инвестиционного совета продолжилось обсуждением вопроса по развитию в Губкинском муниципального инвестиционного стандарта. Он призван сформировать единый подход работы с инвесторами, желающими строить бизнес на территории округа. Данный стандарт теперь у нас размещен на первой, на главной странице администрации города. И любой инвестор, будь то наш местный предприниматель, либо внешний инвестор, зайдя на страницу, сразу же увидит такой большой баннер «Инвестиционная деятельность», где может ознакомиться и с посланием главы города, и с документами стратегического планирования, какие проекты находятся сейчас в работе. И со свободными земельными участками, которые он может задействовать для развития своего дела. И с инвестиционным уполномоченным, который поможет и окажет ему поддержку. И с регламентом работы по проведению, своего проекта. Площадку уже оценили действующие предприниматели города. В ходе совещания они внесли и свои предложения по улучшению условий для пользователей. Сейчас формируется как раз инвест-профиль города. И очень важно видеть, что конкретно есть у города для предпринимателя, для инвестора, который готов вложить в эту территорию свои деньги. И иногда он ищет, допустим, какие-то другие площадки, которые предлагают аренду площадей, земельных участков. Но почему это не сделать на площадке именно города, именно сайта города? Доверия гораздо больше. Предприниматель более ответственный тогда. Там можно получить очень много информации о том, чем ещё располагает, какими ресурсами город располагает. Представители инвестиционного совета отмечают, что в Губкинском созданы благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. А тесное сотрудничество предпринимателей и муниципалитета направлено на улучшение качества жизни горожан.